В этом небольшом домашнем музее собрана уникальная коллекция экспонатов. Все гости Есентуков стремятся побывать здесь, чтобы прикоснуться к культурному наследию греков Кавказа. С каждым предметом в этой комнате связана какая-нибудь забавная история. Если сейчас пригласите на билеты, приглашаете и даже тогда не знаете, придут люди или нет. То раньше было более четко, потому что раньше набирали вино бочонок, вот отец как раз заказал, мой папа этот бочонок, брали рог и ходили по деревне и приглашали. Если человек хочет прийти, не может прийти на свадьбу, он говорит спасибо большое, поздравляю. А если же он хочет прийти, то в этом случае он выпьет, желает благополучия, счастливого брака молодым и продолжает, приходит на свадьбу. Всего экспонатов в музее Ивана и Марии Политовых более 600 и собирались они на протяжении 50 лет. Это мои родители, в честь которых назван музей. Моя мама с пятиклассным образованием выполняла такие чертежи исключительные. Отец строил Большой Ставропольский канал, землекопом работал, 850% выполнял план. Вот это одеяние, это в основном я привезли из Грузии, в 1971 году ездил туда, из села Кюмбят, вот оттуда. Это вот това утварь, которую приняли наши греки. Эти Категарова Афродита из Грузии, из Неон-Хараба, села Неон-Хараба передала. Вот в основном это ее экспонаты. Все вот это из со священного острова Афон, Ксенофонтовский монастырь. Это тоже игумен мне подарил, оттуда ничего нельзя вывозить, но у меня есть вебиоси, то есть пропуск, и я привез оттуда эту форму. Это украинские греки подарили мне, остальное это уголок мамы религиозный. Здесь показаны примерно землянки, в которых жили в Грузии, в Цалкинском районе, мои родители оттуда. То есть верх покрывался бревнами и землей до полметра, метра высотой, а сверху оставалось отверстие для дыма, а внизу и скотина жила, и все люди жили, потому что от них получали тепло и так далее, в одном помещении. Сергей Иванович не только активно продолжил дело, начатое полвека назад его родителями, но и сам внес значительную лепту в дело возрождения и процветания эллинизма в России. Однако обо всем по порядку. Родился заслуженный грек нашей страны в 1949 году в селе Кубатаба Кабардино-Балкарской АССР. Школу окончил в Есентуках, а университет в Новочеркасске. Именно там Сергей Иванович и нашел первых единомышленников в греческом движении. Мы даже собрали собрание, вот даже общая тетрадь сохранилась. Вот Политова Светлана Константиновна, ту бишь моя первая жена, она вела протокол и 39 человек со всех районов Советского Союза, со всех республик. Мы выработали вопросник и разослали по всем республикам, чтобы каждый мог что-то передать для музея. В 1971 году впервые узнали от Лазариди Николая, нашего замечательного друга, что в Тбилиси отпраздновали праздник Дня независимости Греции. Мы этот праздник так и назвали, День независимости Греции. Тут же узким кругом собрались, в общеринстве 17 человек отметили этот праздник. Спустя несколько лет четверо из 17 активистов возглавили греческие общества. В их числе был и Сергей Политов, основатель первого объединения греков в Ясентуках. Развитие музея истории греков Кавказа и создание первой бесплатной греческой библиотеки стало делом жизни Сергея Ивановича. Из-за печальных событий в судьбе греков, которые произошли после падения Византийской империи, большинство греческих семей абсолютно не знали истории своего народа, а бесценные книги долгое время были единственным источником знаний. Асланов Сергей Александрович, замечательный патриот, он взял и по книгам Шахбазова и других летописцев восстановил генеалогические древа. В 1828-30 годах наши предки из Анатолийского района переселились сюда. И мы уже опираясь на это, фундамент уже есть, мы можем продолжать дальше. То есть в 1835 году писали Шаарлевы. А потом Шаарлевы означают городской, по-гречески политис, политов городской. То есть одно и то же. Внуки уже имеют информацию до седьмого колена. С каждым годом музей пополняется новой литературой, но и ранние публикации продолжают оставаться востребованными. Здесь основные собраны книги. Первым родоначальником, патриархом греческого движения в Советском Союзе был Кесиди Филохайр Харлампич, который издал энциклопедию советских греков как на русском, так и на греческом языках. Следующий сейчас в расцвете Фотиадис Костаки. Мы в первую очередь, когда создали Феникс, я создал общество Феникс, был председателем, потом национальной культурной автономии Перикл. И вот здесь собрали мы блюда. Очень ответственно подошла к этому Кесова Галина Ефимовна, которая разбирается в кухне. Я только собирал, всех организовывал, а она вместе описывали и так далее. Книги, бытовая утварь, фотографии выдающихся греков страны. Особое место в коллекции занимает старинная понтийская лира, которой уже больше ста лет. Музыкальный инструмент был привезен в Ставрополье одним из первых переселенцев из Малой Азии. Он беженец, потом он стал ученым. Хрисахаиди Константинович в Новочеркасском политехе, который, будем говорить, родители в первую очередь меня воспитали в этом духе. И привел любовь он. Вы знаете, интересная, трагическая история у него. То есть он бежал в 7-летнем мальчишском в 2014 году, бежал из Турции. Они взяли с собой лиру, самое необходимое, сестное, и на Орбе уже переправились сюда. Интереснейший человек разработал пикнографию, письменность. Пикнография, плод написания. То есть экономия бумаги в 4 раза, вместо двух черточки. Асланидий Николай Анастасиевич, тоже из Царства Ему Небесного, он сделал вот такие вот ведра. Это карамеса, с которыми мама ходила по воду, срушилка для зерна. Это маслобойка. Здесь получали муку. Таким образом вот крутили из этого стена, из базальта. Сил должно было быть много у женщины, да, чтобы это прокрутить? Это здоровые были. За порядочность, высокий профессионализм и полную отдачу любимому делу Сергея Политова знают и уважают не только соотечественники, а и коллеги по всей стране, кандидат технических наук, автор более 80 научных статей, всю жизнь посвятил строительству и преподаванию. Очень благодарен Новочеркасскому политеху, очень благодарен своему первому бригадиру, скредителю Михаилу Александровичу, благодарен всем моим преподавателям, Земченко Николаю Николаевичу и своим землякам-преподавателям, которые, вы знаете, вот там я окунулся в эту атмосферу, и они так меня заразили, что мне хочется творить, творить и творить. Почетный строитель России Сергей Иванович принимал непосредственное участие в проектировании мелиоративных систем Северного Кавказа, Пензенской и Воронежской областей, занимался строительством крупнейшего в Астраханской области и Крянинского рыбозавода и даже автодорог и зданий на Кипре. И сегодня в строительном бизнесе продолжают пользоваться популярностью многие инновационные изобретения Сергея Политова. В сейсмоопасном регионе необходимо испытывать сцепление кирпича с раствором. Те технологии, которые существуют, и приборы несовершенны. Предлагается, что на стыке двух кирпичей мы просверливаем на ширину кирпича, просверливаем, будем, отбираем керн, отбираем керн так, потом этот полученный цилиндрической формы керн мы вставляем в захватные приспособления. И разрываем. По силе разрыва мы определяем сцепление кирпича с раствором. Очень просто. Гениально. Да. Сколько вы придумали таких интересных приспособлений? Они запатентованы? Вот именно, что ничего не запатентовано. Абсолютно. Ждем, когда кто-то что-то сделает, но так и не делается. Хотелось бы сделать малое предприятие, но уже годы восьмой десяток уже не до этого. Пусть люди берут, делают и пользуются. За свои открытия Сергей Иванович был удостоен огромного количества наград, среди которых золотая медаль и гран-при за разработку способа обеспечения экологически чистой водой на основе достижений нанотехнологий. Я специалист по основанию фундаментам, поэтому это печатается в журнале «Основание фундамента», который издается в 50 странах мира, этот журнал. А вообще, интересуюсь всегда своей историей. И вот в этой статье, допустим, мы в соотношении с несколькими человеками, любителями и так далее, расшифровали секрет Меандра. В чем секрет? На Меандр говорят, Меандр еще расшифровка поддерживает. Меандрос. Понимаете, это еще надо будет дальше проводить исследования, заранее говорю. А вообще, греки говорят, линия жизни. То есть это подъемы, опускания, отступления назад, неурядицы и так далее, потом опять движение. И все равно это движется по определенной, по спирали. И в конечном итоге, понимаете, оказалось, что вот эта самая сложная вещь, она гармонирует с спиралью Архимеда. Понимаете, это золотое сечение. Это движение, это такая интересная вещь, то есть 12 как раз засечек, 12 месяцев в году, 12 подвигов Геракла и так далее. Перу автора принадлежит более 150 статей и стихотворений по национально-культурной проблематике. В их числе даже есть публикации, посвященные загадке Леонардовской Джоконды. Поэтический талант у Сергея Ивановича открылся относительно недавно, в 2001 году на Кипре. Где-то в 300 сборников опубликовался в разных и так далее, а свои три опубликовал, да. О чем пишете? Вы знаете, обо всем и вся. То есть пишу о людях, в основном собрал их, у меня примерно 30-40, на 30-40 сборников есть материал. Я не говорю стихи «Ахте», ну просто они содержательные, понимаете. Здесь стихи о наших людях, о нашей истории. О Маршалунишка. Да, это сын младший мой. Понятно. И так далее. Семья – это самое святое для героя нашей программы. А потому все свои жизненно важные решения, даже в карьере, Сергей Иванович принимал исключительно через призму семейного благополучия. Родители мои росли сиротами. И они не понимали родительских этих понятий и так далее. Потому что были годы войны, голода. И меня всегда удивляло, когда мой папа обращался к пожилому человеку, уважительно, отец. Это так общепринято было. И я как-то старался сделать таким образом, чтобы никогда их не подвезти. И после защиты кандидатской я говорил открыто, что после защиты я уеду домой к родителям. Потому что они отказались. Мне давали там четырехкомнатную квартиру. Говорили, вот мы выделим, вместе будем работать, хоть способом, только оставайся. И вернулся к родителям. Жалеть, не жалеть. Жалко, что с наукой почти расстался, потому что здесь меньше было науки. Но в то же время я счастлив, что пожил с ними. И они увидели дом. Увидели. Все остальное. Какое кредо у вас по жизни? Самое главное все-таки порядочность. Как техник говорю, с какой силой мы давим на стол, с такой силой стол давит на нас. Сколько человек говорит отрицательно о других людях, все возвращается назад. Это все сказано в пибли. Самое главное в жизни вот эти заповеди соблюдать. Больше ничего не надо. Творческий человек с открытым сердцем и чуткой душой. Именно такое впечатление осталось у нас о Сергее Ивановиче после встречи. Заслуженный грек России гордится своей семьей и особенно детьми. Искренне переживает, что не все задуманное для развития греческого движения успел реализовать. И несмотря на свой почтенный возраст, по сей день активно занимается строительной наукой. О достижениях Сергея Ивановича Политова можно говорить часами. Мы лишь немного приоткрыли занавес в его многогранный мир. А если есть желание больше узнать о греческой истории и об этом удивительном человеке, добро пожаловать в Ессентуки, в Домашний музей истории греков Кавказа.